Здравствуйте! Сегодня понедельник и я каждый раз повторяю эту одну и ту же фразу. Правда, понедельник день тяжелый, но понедельник идет программа грани и эта тяжесть немножко рассеивается, потому что к нам в гости приходят неординарные люди, которые всем могут поднять настроение и включить их, зарядить их на целую неделю хорошими эмоциями. Итак, сегодня у нас в гостях председатель Совета Национальных Мечист при Горсовете Тбилиси Рита Хидербегашвили. Добрый день, Рита! Я очень рада, что вы сегодня пришли к нам в гости. Я знаю, что творится в Горсовете и как вы заняты каждый день, ежеминутно, ежесекундно. У вас во время проблемы, к вам приходит множество людей со своими просьбами, советами и вопросами. И я знаю, как трудно всем угодить, но вы мне, как показалось, очень сильный человек. И, наверное, вы спокойно с этим справляетесь. И немножко, пока мы войдем в эфир, вы расскажите, как вы попали вот в Горсовете и стали председателем национальных месчистов. Спасибо большое, в первую очередь, вам за то, что я сегодня оказалась на вашей передаче. Очень приятно сегодня сидеть здесь, в этой красивой студии, общаться с вами. Честно хочу сказать, что я здесь, наверное, в течение этих 40-45 минут, пока проведу с вами, наверное, буду отдыхать, рассказывать о своих планах, что мы уже сделали, как мы достигли, то, что мы достигли. Как создавался этот совет? Вы знаете, что 17% населения Грузии, и не только Грузии, и Тбилиси, в частности, составляют этнические меньшинства. Мы не любим называть сами себя национальными меньшинствами, но мы существуем, и поэтому... Ну, это правда, и надо правде смотреть в Грузии. Да. И поэтому мы хотели более активно принимать участие в жизни города. Поэтому по инициативе и по обоюдному согласию мажоритарного депутата Чубурецкого района Икалбату Ильима Берадзе, которая в то время занимала... Я хочу сказать, что... Когда это в то время? Я сейчас скажу вам. Это был 2013 год. 2013-2014 год. Мы встретились с Каббатой Римой, и она дала нам абсолютно и полную поддержку. Она тогда была председателем большинства фракции Картулиоцнеба в создании Совета национальных меньшинств при Сакребулу Грузии. Я хочу сказать, что Каббатой Римой и на сегодняшний день принимает активное участие в действии нашего Совета. И является она сейчас членом Межгосударственной комиссии по вопросам национальных меньшинств. Является депутатом второго созыва уже в Сакребулу Грузии. И на сегодняшний день она представляет председателя ревизионной комиссии в Сакребулу Грузии. Несмотря на ее занятость, она большую часть своей времени, как говорится, уделяет нам, да, нашим проблемам. Это какие-то детище. И вот я хочу сказать, что беспрецедентно на базе существующего Совета национальных меньшинств при Народном защитнике Грузии мы провели большое заседание в Сакребулу и выбрали меня председателем Совета, потому что я в течение уже 25-30 лет занимаюсь правами национальных меньшинств в Грузии. И мы решили создать Совет из 15 диаспор, больших, больших диаспор, которые функционируют на территории Тбилиси. На сегодняшний день этот Совет решает очень много проблем и у него очень много интересных начинаний. В первую очередь Совет был создан для того, чтобы интегрировать не грузинское население, а грузинское общество, чтобы мы принимали активное участие в городе. Дорогие, извините, я вас перебиваю. Что значит интегрировать? Я знаю, что все национальные вещества не чувствуют себя здесь какими-то оторванными от жизни Грузии. Они и так интегрированы, но вы какой-то новый путь нашли для того, чтобы еще больше создать им такие комфортные условия для того, чтобы они не чувствовали себя здесь изгоями, да? Вы знаете, в чем дело? Нет, я думаю, мы в общем постарались сделать их более активными в строительстве города, принимать участие вообще в жизни города. В первое время мы начали открывать доски мемориальные всем тем заслуженным людям, которые жили, работали и многое сделали для города. Такие доски мы открыли как Товстоногову, Пурмистровой, Братьям Слоевым, вот езидская диаспора поставила. Вместе с этим мы стали переименовывать... Это уже три национальности получились. Да, да, разные. Это вот, вы знаете, все шло от запросов диаспор, как, а что у них при проблеме, приоритеты. Исходя из этого, мы уже ставили эти вопросы и решали на совете. Естественно, с поддержкой депутации совета и председателя Сокребулы и Колбатой Римы. Я хочу вам сказать, что вот мы, например, переименовали, нет, но назвали новую улицу в честь германского архитектора. Немецкого. Немецкого, да, немецкого архитектора. Я хочу сказать, что... Какую улицу? Я вам сейчас скажу точно, чтобы я не ошиблась, Леопольда Бильфельда улицу назвали. Где-то в районе Сабуртало, там как раз она была безизвестная. Эта улица только-только строится. А, никому не помешали. Да. Мы открыли Ингушетскую улицу. Вот вы назвали сейчас фамилию немецкого человека, немецкого происхождения. За что вы ему, за что назвали в честь него эту улицу? Что он такого сделал? Вы знаете, он отстроил здесь церковь. Кашветы построены по его проекту. Да. По его проекту были построены очень многие дома. И поэтому почти вот половина Тбилиси у него есть вот со своей... Островки его. Да, островки его деятельности. И поэтому диаспора немецкая обратилась к нам, вернее, она является членом совета и попросила вместе с посольством, естественно, если есть возможность, чтобы мы переименовали или назвали бы хотя бы одну из улиц. Мы обратились в одну из комиссий с Акребулу и они нам помогли. Эта улица на сегодняшний день названа. Я думаю, что очень скоро мы ее откроем, потому что она только-только отстраивается. Мемориальная доска будет, да? Там будет улица, вся улица. Только улица Бизнес. Да, она просто названа в честь этого Леопольда Бильферта, известного архитектора. Ну, говори, ну, вот сколько лет вы уже занимаетесь этой деятельностью? Этот совет у нас открылся, ну, как можно сказать, создался в июне 2015 года. Уже три года. Уже три года. И самым главным нашим достижением, я считаю, то, что, в принципе, мы стали более активно участвовать в жизни города Билиси. Вот, например, мы представили нам имя почетного гражданина города, господина Гиви Шахназара, и мы очень гордимся, что совет представлен. Я с вами согласна. Я хочу сказать, что в течение 25 лет национальные меньшинства просили у правительства, чтобы у нас был какой-то маленький уголок, где мы можем встречаться, проводить какие-то свои вечера и так далее. И я хочу сказать, вот, с помощью Сакры Булы и Калбатури и Берадзе мы, естественно, при финансировании мерии города Тбилиси, мы открыли Дом Дружбы. Мы там проводим очень много интересных мероприятий, но самое главное, что сейчас проходит Дом Дружбы, это изучение грузинского языка. Для нас было очень удивительно, именно для меня я была удивлена, когда я узнала, что в Тбилиси есть люди, которые не знают грузинского языка, их оказалось немало. То есть это та часть населения, которая осталась посередине. Застряла, да? Да, застряла. По советскому пространству. Это люди, которым где-то за 30 до 60 лет. Молодежь, естественно, более они сейчас употребляют грузинский язык, общаются и так далее. Но эти люди обратились к нам, я была настолько удивлена, что вначале было 15 человек, потом 30, а сейчас 100 человек проходят курсы грузинского языка, которые финансируются фондом президента и проводят нам лектора Джавахишвили Университета. Они трехмесячные курсы. После этого у нас, естественно, идет тестирование разных этапов. Первый этап проходит, второй. Это зависит от того, насколько люди знают грузинский язык. Вы знаете, что ухо у них привычное к грузинскому языку, и нетрудно, наверное, будет им изучаться грузинский, потому что они не с Марса попали, они здесь выросли, и все-таки как-то это не составляет большого труда изучать. Самое интересное, что к нам приходят семьями. Здесь идет речь еще о смешанных семьях. Люди, например, у нас вот кто-то, значит, женился на Прибалтике, на Украинке. Вот с семьями, даже с мужьями, с детьми, вот они приходят и изучают. И самое интересное, что для них большим стимулом является, когда они кончают эти курсы, вот им определенные сертификаты выдаются. Эти сертификаты выдаются в Сакребулу, в городе Тбилиси. И для них это какой-то стимул. Я хочу сказать, что в этом Доме Дружбы сейчас у нас функционирует и воскреснет. Она называется Дом Дружбы, да? Да, так и называется Дом Дружбы, который находится по адресу Марджинишвили, 68, на шестом этаже в молодежном центре. Товарищи, национальное имящество Грузии. Существует Дом Дружбы, обратите внимание, на улице Марджинишвили, номер 68, и каждый, кто захочет, обратите по какому-нибудь их интересующему вопросу, обратиться к вам по этому адресу. Конечно, конечно. Я хочу сказать, что у нас там сейчас функционирует воскресная латвийская школа по воскресеньям. Работает молодежный центр, где сейчас на базе Дома Дружбы работают сами молодежь, азербайджанская молодежь, делают какие-то тренинги. Вы знаете, касающие более вот закомплексованности наших национальных меньшинств, не зная языка, да, и поэтому психологические тренинги, и я думаю, у нас неплохо получается. Все, что касается еще разных мероприятий диаспор, вот у них мероприятия, они хотят что-то провести, нет проблем. У нас есть место, куда можем и прийти, спокойно провести, ни за что не нужно платить. Там встречают менеджмент их из трех человек, которые полностью помогают в проведении того или иного мероприятия. Мероприятия, да. Конечно, для нас это очень комфортно. Например, религиозные праздники они могут провести, допустим, да? Да. Они там могут отмечать все, что касается их национальных праздников. А сами вы делаете какие-нибудь праздничные мероприятия, которые относятся к той или иной этнической группе? Допустим, вот недавно я знаю, что на улице Плеханово, раньше это Плеханово, теперь эта улица называется... Ахали Ахмашей Небели. Был день Киева, да? Я так понимаю. Я сейчас вам расскажу, да. Вы знаете, что мы сделали... Во-первых, в первую очередь, я нахожусь сейчас на улице Леси-Украинки. Поэтому я думаю... Куда еще больше талериантности, да? У ваших слушателей, украинцев, за окой часть сердечка. Почему? Потому что буквально два дня тому назад мы проводили украинскую весну на Киевской улице. Вы знаете, эта идея у нас зародилась от диаспоры украинской. И они сказали, давайте мы что-то сделаем вместе с мажоритарным депутатом Чугурецкого района, Калбату Римы. И Киевская улица была как раз то, что им нужно было вместе с посольством, с диаспорой. Мы буквально два года тому назад сделали огромный праздник, конечно. Мы посадили там каштаны. Те каштаны, которые у нас есть в Киеве. Привезли каштаны и сами киевляне. И сажали мы здесь каштаны. В этом году у нас праздник был намного больше. Масштабнее. Что у нас там было? Я вот буквально в двух словах расскажу вам. У нас там был представлен... Во-первых, у нас было очень много гостей с Украины. Только 40 детей приехало для того, чтобы поприветствовать гостей. Как вы это смогли организовать? Это же огромная затрата, чтобы создать вот такое мероприятие. Кто-то вам должен помогать и экономически тоже, правильно? Вы знаете, что я хочу сказать, что мы это все сделали сами. То есть, естественно, нам помогало и местное самоуправление в какой-то момент, и посольство Украины. Но больше это прошло на энтузиазме и желание самих жителей этой улицы. И, естественно, украинцев, и диаспоры, и нашего совета. Там был представлен бизнес, который у нас проходит в Украине. Там были представлены изумительные рисунки, которые отображено и украинское, и грузинское наследие. Там был представлен текстиль украинский, поделки очень интересные. Я хочу сказать, что на этой улице у нас очень много и других организаций. Там школа, там у нас молодежный центр, там у нас греческая диаспора, которая так же... Где там? Это на Киевской улице все, да. Там диаспора, которая тоже нас встречала, греки. Что за такая улица эта, Киевская, которая вот собираем, забрала вот такое огромное количество... Вот так получилось. Получилось. Там у нас детский садик. Я хочу сказать, что впервые мы на этой улице исправили свадьбу. Самую настоящую свадьбу, да, вот на этом празднике, где грузин привел жены украинку. И по украинским... Это так часто бывает вообще. И по украинским событиям, по украинским обычаям абсолютно эту свадьбу там и сыграли. Там буквально 15-20 минут это все заняло. Оно было очень интересно. И после этого, естественно, мы должны были попробовать приготовить известный украинский борщ. Борщ. А киевские котлеты мы не делали? А киевские котлеты мы не делали, но мы угощались. Так что это был каким-то народным праздником. Праздником дружбы, праздником тепла. Поэтому я хочу поблагодарить всех моих украинских друзей. Естественно, саму диаспору. Валентину Марджинишвили, которая тоже украинка вышла замуж за грузина и является сейчас председателем украинской диаспоры у меня в Совете. И я думаю, что эта инициатива у нас будет продолжаться, потому что было сказано, когда Рима выступала в своем выступлении, сказала, что, наверное, осенью мы будем делать азербайджанскую осень на Бакинской улице. Это будет интересно. Есть еще Иерусалимская улица, я вам подскажу. И есть еще много таких улиц, которые называются именами тех диаспор, которые в Грузии. Но в вашей работе входят не только вот эти мероприятия на улицах, делать какие-то праздники или создавать. Что еще? Чем вы еще занимаетесь? Какими проблемами этих диаспор вы занимаетесь еще? Вы знаете, мы были одни из первых, который начал стажировку молодежи, студентов в Сакребулу, города Тбилиси. Это было очень хорошее начинание. Вот у нас было пять студентов из пяти разных диаспор, которые проходили в течение трех месяцев стажировку в городской управе. И хочу сказать, что вот барьерного вот этого ничего не было, вот с барьером, с языкового барьера не было. Они себя показали очень хорошо. Это был очень серьезный стимул для других студентов. Поэтому сейчас вот у нас идет второй этап. Мы снова будем принимать студентов на стажировку. Несмотря на это, хотя вот сейчас уже и начали стажировки, 4 плюс 1 студентов с Министерства реинтеграции, но все-таки Сакребулу, города Тбилиси, было одним из первых, кто начал эту инициативу. И это наша, я считаю, что это наша большая победа. Надеюсь, что касается кадровых вопросов в дальнейшем, у нас тоже будут какие-то продвижки вперед, потому что хотелось бы увидеть, конечно, в Сакребулу Грузии депутата не грузина. Тбилиси является одним из единственных в Сакребулу, где не представлено национальное меньшинство. Как это случилось? Вообще Грузия отличается своей толерантностью? Наверное, это просто случайно. Вы знаете, что я тоже так думаю, но вы знаете, мы как-то компенсируем это тем, что при Сакребулу существует такой совет, беспрецедентный совет, который не существует нигде абсолютно на территории Грузии. И вместе с тем мы решаем многие проблемы, не только наши. Вот мы включаемся в деятельность комиссии. То есть члены моего совета могут абсолютно спокойно войти в любую комиссию, на заседание любой комиссии и прослушать, что там происходит. Внести свои предложения. Да, внести свои предложения. Вот, допустим, в комиссии по культуре внести свои какие-то предложения. Например, мы вот хотим, и, наверное, вот в этом году будем принимать активное участие вот в Тбилисобе. Хотим мы сделать как-то отдельно, представлять отдельные уголки этнических меньшинств, которые существуют в Тбилиси. Я хочу сказать, что мы беспрецедентно сделали очень красивое мероприятие, которое не проводилось никогда в Тбилиси, день толерантности. 16 ноября в Сакребулу, который сейчас стал эта традиция, где были представлены также около 17-18 диаспор. Вы знаете, что такое красивое здание у нас в Сакребулу и внизу. Да, я знаю, была там. Они были представлены в своих национальных одеждах, со своими национальными интересными выставками, которые они сделали. Так что, я думаю, у нас очень много планов на будущее, которые мы хотим совместно, естественно, с депутацией Сакребулу, с председателем решать. И самое главное для нас, что у нас есть поддержка депутации большинства, за что я им хочу сказать большое спасибо. Да, это понадобилось. Знаете, что еще в чем вопрос? Есть даже в национальных меньшинствах и вообще такая проблема существует, что есть неблагополучные семьи, в которых бывает насилие, в которых женщины не могут себе найти место, куда бы убежать. Буквально говоря, от того насильника или дети убегают из дому. А вот этими вопросами вы занимаетесь? Да, я хочу сказать, мы вплотную занимаемся этими вопросами уже несколько лет. И будем принимать сейчас, наверное, активное участие в Совете гендерном, который создан при Сакребулу Грузии и самой депутации. У нас есть специально, вместе с Советом существуют в диаспорах и те организации, которые работают непосредственно по женским вопросам. И вместе с ними мы проводили много тренингов в Доме дружбы. То есть мы приглашали тех женщин из неудавшейся семьи. У вас есть психологи? Да, у нас есть свои психологи. Плюс ко всему мы на тренингах объясняли, что женщина имеет какие-то права, имеет какие-то юридические права, о которых они не знают. Я хочу сказать, что наш Совет работает не только на территории Тбилиси по этому вопросу, но вот у нас есть такая организация, женщины многонациональной Грузии, которая, значит, председательствует Алла Беженцева. Вместе с ней, где я являюсь экспертом, мы открыли при помощи Евросоюза два больших центра в Болнисе, Квему-Картли и Самцхаджа-Вахэты. Это уже в Ахал-Калаке, где женщины, вот как мы их называем, жертвы, могут в течение 10 дней вместе со своими детьми находиться. Сама милосердия. Да-да-да, находиться в этом доме, принимать юридическую помощь, плюс ко всему знакомиться, значит, с какой-либо работой, их учат что-либо делать. И вот исходя уже из этого, она уже сама решает, ей возвращаться домой или остаться в этом доме еще на какое-то время или начать свою жизнь. Вы проводите работу с женщинами, допустим, чтобы сохранить семью, допустим, или что-то исправить. Не обязательно разрушать, да, правильно, эти семьи, это очень трудный процесс для женщины, для мужчин, для детей. Нет у вас таких работ, допустим, с противоположным полом, да? Или вот я вам даю такое предложение, собрать вот этих двух людей, которые никак не могут сладить друг с другом, и с психологом вместе поработать над тем, чтобы сохранить семью и дать им, сказать им, люди, опомните, что вы творите, и, может быть, исправить это положение. Нет у вас такой сложности? Знаете, что у нас был такой случай в армянской диаспоре, вот у нас был такой случай. Я хочу подчеркнуть здесь, вот при этой ситуации вообще лучше, допустим, вот я, к примеру, беру в армянскую семью, если, конечно, зайдет армянский психолог, который будет говорить на их родном языке, и они как-то его теплее и лучше воспринимают. Поэтому мы такое предложение внесли, что при Совете Сакребулу, который есть гендерный совет, вот гендерный совет, чтобы обязательно вошли женщины этнических меньшинств, которые работают по этой теме. Потому что у них есть опыт работы, Тбилиси многонациональный город, естественно, язык, и это, вот с этим очень много связано. Поэтому такие случаи есть, но они нечастые. И очень хорошо, что нет случаев частых насилия, я имею в виду, которые обращаются к нам. Может быть, они просто не обращаются. Поэтому вы должны расширить свои, вы знаете, вы должны, о вас должны знать. Да, наверное. Потому что, может быть, есть люди, которые страдают этими, не знают, куда обратиться и мечутся в поисках помощи. И поэтому я вам советую как-то промо сделать для вашей... Да, можно расширить, конечно. Да, можно расширить вашу организацию и как-то составлять какие-то маленькие месседжи, доносить до таких людей. Это тоже нужно, потому что это очень такая проблема для, не только для Тбилиси вообще, в мире. И много насилия очень... Вы знаете, что я недавно читала, что есть такая вот проблема, что насилие со временем не умещается, агрессия и насилие, а наоборот процентность повышается. И люди думают о том, к чему, почему такое. Как будто бы люди больше знают, как будто бы люди больше читают, и образование становится, а вот агрессия процентная со временем, она увеличивается. Что вы на этот счет можете сказать? Почему? Вы знаете, я думаю, что нам нужно, наверное, побольше делать добрых дел. Как-то быть теплее друг к другу, как-то ближе быть друг к другу, делать вот такие теплые встречи. Вот ваша передача, понимаете, это очень теплая, хорошая передача, где можно посидеть, поговорить по душе о проблемах. Вот такое красивое мероприятие, где мы сближаемся. Вот недавно было изумительное мероприятие, 3 марта мы были приглашены в Чугородском районе, тоже делалось это мероприятие, где присутствовали абсолютно все женщины, разные женщины, как говорится, значит, пропорционеры их называют сейчас. Некоторые пропорционеры были профессора, были этнические меньшинства в своих красивых одеждах, со своей очень искусно приготовленной кулинарией. Я даже награждала там одну из представительниц, знаете, от имени нашей ассоциации. И мне было приятно то, что женщины такие взволнованные, такие, как будто бы находились на другой планете, потому что, наверное, к ним с такими этими вопросами не обращались. То есть, для них это было приятное открытие, дарить людям добро и радость, это очень, как будто бы легко, но и трудно. Конечно. Что нужно для этого иметь? Для этого нужно, наверное, иметь очень много доброты внутренней, тепла. Да. Наверное, нужно делать что-то большое, красивое и думать, как совместно, как бы этих всех людей связать вместе. Как убрать эту агрессию? Наверное, начинать со школьной скамьи или с детского сада, или же с рождением ребенка. Как вы это себе представляете? Я думаю, что мы в этом процессе как-то начали уже идти вперед. Почему-то вот буквально года три тому назад у нас началось из тамфета толерантных лагерей. Мы открываем эти толерантные лагеря в Бакуриане. Недавно помогали открыть этот лагерь. И что интересно, вы знаете, в этих лагерях, что у них проходят каждый день по-разному. Вот первый день, день Греции, в этот день они абсолютно учат культуру Греции. Там проводятся викторины, там у них танцы на гримпе. Это какие возрастные группы у вас? Буквально со школьной скамьи, чуть где-то, наверное, с четвертого класса и выше. До десятого, одиннадцатого класса. Потом идет другой день, и вот так у них проходит. Это, по-вашему, немножко эту агрессию межнациональную может немножко понизить, да, эту температуру? Конечно. И, конечно, это все заканчивается Грузией. И вот в Грузии представлены все национальности. Вообще, Тбилиси очень толерантный город. Вы же знаете, недавно ЮНЕСКО признало Грузию как одним из уникальных случаев. Они хотят им присвоить звание страны толерантной, самой толерантной страны в мире. И это очень такое знаменательное событие для Грузии. Потому что, правда, наверное, наверное, я так думаю, нет в мире такого государства, где бы столько национальности прошивало, и они бы не убивали друг друга. И на улицах не были бы потастовки, что я грузин, я армянин и тому подобное. Это, наверное, заслуга наших предков. Я думаю, и наша тоже. И наша тоже. Конечно, наши предки заложили основу, но мы продолжаем их дело. Вот абсолютно недавно мы были на огромном празднике Байрамова вместе с Мером города, с председателем Сакры Булу, с Кваторией Майберадзе. Мы ходили к ним поздравлять их с этим красивым праздником. И в их доме-музее Ахундова. И исключительно после этого мы пошли в гости к одной учительнице в азербайджанской языке, в дом, в которой она живет, самое интересное, во дворе армянской церкви. И когда мы зашли, за столом нас встретила такая картина. Там сидела еврейка, армянка, азербайджанка. Обычная картина для Мейдана. И они, когда мы зашли, мы сказали, ну, больше этого, что может быть. Все они были счастливы. Это для них Байрамова был их праздником. Байрамова, это знаете, на грузинский, как и Байрамы. Это так и говорится, что будьте веселы и проводите хорошо время Байрамова. Я так понимаю. Может быть, это по-другому диктуется? Нет, нет, так и есть. Был еврейский ханука, был еврейский праздник зажигания свечей. Мир города тоже посетил синагогу и тоже зажигал свечи. И на всех этих национальных праздниках присутствует почти что всегда все правительство Грузии. Они, правда, очень-очень глубоко вникают вот в эту деятельность. И знают, что от этого нельзя уходить, потому что многонациональная Грузия очень. И не замечать этого нельзя. Если вы хотите, чтобы государство было стабильным и уравновешенным. Но есть какая-то проблема, о которой вы мне говорили, что в Сакребулу или где-то нет представителей национальных мещей сюда? Нет, не депутатам, но зато есть совет, который делает очень много интересного. Надеюсь, в будущем этого будет. Это будет. Но я хочу сказать, что вот сейчас буквально у нас уже несколько лет функционирует комиссия. Она так и называется. У нее такое огромное, большое название на русском языке. Я вот хочу вам прочитать. Ну, это, наверное, должны знать все и будет для всех интересно, что функционирует у нас такая комиссия. Я вам точно читаю. Государственная межведомственная комиссия, созданная с целью эффективного осуществления государственной стратегии гражданской равноправия и интегрирования. То есть это та комиссия, которая руководит этой комиссией министр, министр реинтеграции. И в эту комиссию включены абсолютно все представители разных правительственных структур. То есть это правительственные организации. Значит, эта организация создана на правительственном уровне. Да, 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 да. И я хочу сказать, что от Сакребулу города Тбилиси председатель Сакребулу представил сейчас Кауту Риму Берадзе. Мы были очень рады этому, потому что мы с этой женщиной уже столько. Ваш человек. Да, наш человек. Я хочу сказать, что в течение года они представляют план работы, что они делают, все, что касается национальных меньшинств. Это очень серьезная тема. И после этого, то есть это определенный план. Опасная тема. И серьезная, когда надо как-то подходить осторожно к этой теме, да, подходить. И там есть план, естественно, план действий на год, который они представляют в эту комиссию. Этот план действий утверждается. И потом, значит, буквально создается группа, мониторинговская группа, в которую входят члены национальных меньшинств и эксперты, членом которой этой группы являюсь я тоже, которая идет в пяти направлениях. И мы ездим и смотрим, как выполняется этот план. И как выполняется этот план? Я хочу сказать, вот сейчас, когда я нахожусь у вас на передаче, сейчас идет как раз рассмотрение плана 2015-2016 года по их выполнению. То есть мы мониторим, когда делаем, мы кладем, естественно, свои, значит, видения, как идет этот процесс. Я хочу сказать, что есть какие-то продвижки вперед, конечно. И в первую очередь, что правительство Грузии вот столько внимания уделяет нашим вопросам на интеграции негрузинского населения в грузинскую очередь. Это для нас очень большая поддержка. Поэтому я думаю, что если это будет работать, а это уже работает, то мы будем иметь хорошие результаты. Вы знаете, там есть разные направления. Там есть региональные направления, на региональном уровне, как принимают национальные меньшинства, участие в выборах, процентность. Насколько комфортно они чувствуют себя. В юридических вопросах. Там идет мониторинг абсолютно про здравоохранение. Столько программ здравоохранения. Знают ли наши национальные меньшинства? Есть ли у национальных меньшинств какие-то приоритеты по здравоохранению? Или они обыкновенно пользуются теми же правами, что и другое грузинское общество? Нет, конечно, они все являются гражданами Грузии. У них одинаковые права с грузинским обществом, с грузинами. Но мы очень часто, вот наш совет вместе с поддержкой Сакребулу, вот по адейской депутации, делает им бесплатное медицинское обследование. Вот у нас было медицинское обследование уха, горло, носа. Где это? В лечении, в клинике Алладашвили, у Миши Худядзе. Потом у нас абсолютно недавно, где-то месяца два тому назад, мы проводили абсолютное обследование в Ахали-Синатле, если я не помню, в Дейхоме. Это больница находится, и вот диаспоры приводят 15, 20, 30 человек в диаспор, сколько они могут. Ну, там определенное количество, но через какой-то промежуток времени мы можем повторить. Это все, конечно, бесплатно. Это благодаря Чувурецкому, вот еще раз я повторяюсь, Калатуриме, да, она нам очень помогает. Надо быть одержимым в этом деле, чтобы делать столько вещей, сколько вы делаете, наверное, да, Рита? Потому что если вы не прочувствуете это все до конца, трудно будет все это пронести, все это исполнить, мониторинги проводить, эти мероприятия проводить. Это так, просто говорить, а на самом деле это все с большими трудностями связано, и справиться вам, это, наверное, немножко, если у вас есть хорошая команда, тогда немножко легче. И вы довольны своей командой? Вы знаете, я довольна моей командой, почему? Потому что эта команда, они все так же болеют за своих людей, так же, как и я, потому что мы болеем вообще вместе за наш город, потому что мы здесь все выросли. Это наше детище. Даже есть выражение такое, национальность Тбилисси. Да, национальность Тбилисси. Тбилиссели, да. Да, поэтому мы как-то прочувствовали это все, и вот очень много мероприятий, мы очень много вещей мы делаем на нашем энтузиазме, поэтому я думаю, что у нас вообще ежегодно проходят встречи, проходят встречи с мером города. Да, я думаю, вот сейчас у нас следующим этапом будет встреча с новыми избранными мерами в городе. Спасибо Бадоникахе. Спасибо Бадоникахе за то, да, он с большой теплотой, с большим вниманием к нам относится. Я хочу сказать, что мы как только предложили встречу, он сразу же откликнулся. Я думаю, что на будущей неделе мы... Просто это вдохновляет, правильно? Да, конечно, конечно. Вы не чувствуете себя какими-то обделенными, вы должны бороться с флагами в руках, вот нам это нужно, нам это нужно. Вас понимают. Нет, у нас... Нам комфортно, да, нам комфортно. И поэтому вам легче работать, правильно, Рита? Мы можем говорить. Рита, еще я хотела, знаете, что у вас спросить? Я хотела спросить, а семья? Это у вас такая сложная работа, которая требует полной самоотдачи, полной. И вы иногда, наверное, днем, ночью, вечером вас вызывают, и вы что-то должны быстро, срочно решить. Как вы с этим справляетесь? Какая вы дома, мама? Мне, наверное, очень повезло. У меня очень теплый и хороший супруг, поэтому он меня понимает, конечно. Он знает, что я занята, и он сам тоже занят, потому что он журналист, занимается своими делами. У меня сын, который кончает сейчас юридически. Я думаю, что в дальнейшем он будет неплохим юристам и помогать не в этих вопросах. Хочу вам сказать, что вот на этом мероприятии, буквально два дня тому назад, мой сын вместе со мной с 8 часов утра вот забивал там, что-то делал, ему само очень интересно. Значит, ваша семья с вами? Да, конечно. Если бы этого не было, вам было бы очень трудно, да? Конечно. Без поддержки семьи я бы, наверное, не смогла ничего сделать, ничего достичь. В один прекрасный день придет ваш сын и скажет, мама, я должен жениться, но не на грузинке, или не на армянке, или на какой-нибудь другой национальности. Как вы на это прорегиваете с вашей толерантностью? Вы знаете, абсолютно спокойно, потому что хочу я сказать, что я сама не грузинка, которая вышла замуж за грузиной, и хочу сказать, что для меня абсолютно все равно, кого выберет мой сын, лишь бы он был счастлив. Значит, шокового состояния у вас не будет? Нет, конечно, не будет. А как вы с вашим грузинным мужем справляете ваши национальные праздники? Ну, вы григорианская церковь, это православная другая, немножко, немножко отличается. Правда, все это христианство, но какая-то разница есть. Нет, не было у вас в этом отношении каких-то эмоций? Вы знаете, нет. Дело в том, что я тоже православная, крещенная как православная, но у нас никогда не было по поводу этого никаких разногласий. Наоборот, это было очень интересно. И поэтому абсолютно этот вопрос не стоял никогда. И к моему большому счастью, я в Тбилиси не встречалась с этой проблемой лично я. Это и есть толерантность грузинская. Я не встречалась. И не было никогда, по-моему. Ее не было никогда. И поэтому мы уже должны продолжать это. Мы должны нашим детям это передавать. И, наверное, на ваших встречах это всегда муссируется, да? Вот что мы толерантны продолжать в таком роде, любить друг друга, переносить эти праздники, их не встречать так же, как они встречают другие нации, нации, национальности. И отличиться тем, что мы любим, это наш общий дом, это наша Грузия. Конечно. Я хочу вам сказать, что когда я делала вот этот дом, это день толерантности, все мои диаспоры, и когда я у них спрашивала, ну что мы будем писать? Там каждая диаспора должна была писать. Допустим, грузины, армяне. Они говорят, нет, пишем так, армяне, проживающие в Грузии. Я хочу сказать, для нас в первую очередь, конечно, это Грузия. Конечно, это Белизия. Вы когда попадаете в Армению, вы бываете часто там? Да, я бываю, да, конечно. И у вас есть сравнение какое-то? Я у себя дома или не у себя дома? Я думаю, что я здесь у себя дома больше. Рита, мы с вами, знаете, сколько времени уже говорим? Мы уже с вами 49 минут говорим. У нас подходит наше время к концу. Рита, мы так это быстро-быстро пробежали, что даже не почувствовали этого, потому что мы говорим о такой насущной теме, как толерантность Грузии. Мы поздравляем Грузию с этим, с этой наградой, которая скоро будет, наверное, ЮНЕСКО это подтвердила уже. И пусть будет всегда так, не только в Грузии. Если мы хотим, чтобы не было войны, люди должны любить друг друга, несмотря на то, какого они вероисповедания или какого цвета кожи. И напоследок, когда мы заканчиваем мою программу, я всегда хочу, чтобы мой собеседник пожелал бы что-то нашим слушателям и зрителям тоже. Ну, в первую очередь, я еще раз вам хочу сказать большое спасибо, что мне сегодня выдалась такая возможность. Я попала на вашу программу. И я хочу послать всем большой любви, добра, терпения к друг другу, мои родные, близкие мне люди. Знаете, что предблизком Сакребулу существует Совет национальных меньшинств, что существует Дом дружбы. И поэтому, если вас будет что-либо интересовать, вы в любое время можете обратиться к нам с вашими проблемами и пожеланиями. Большое вам спасибо. И еще, и еще, что вы скажете молодежи? Я бы хотела пожелать молодежи вернуться в историю и в корни грузинского народа, в историю Грузии, чтобы они узнали, изучали и поняли, в каком красивом, большом и богатом государстве они живут. Конечно, никуда они убегать не собираются. Богатым, богатым традициям. Богатым в моральном плане. В человеческом плане. В человеческом отношениях, традициях. Вот поэтому я думаю, что они это не сделают. Рита, я была очень довольна, что вы пришли сегодня к нам в гости. Мы немножко обогатили наших зрителей добром. И люди любите друг друга, как это было всегда и всегда будет. Мы надеемся, в Тбилиси. Это была программа «Грани севы по палашуле». У меня сегодня была в гостях Маргарита или Рита Хидирбегашвили. Дедима Луба, большое вам спасибо. До новых встреч в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова